У бюджета и бюджетного процесса есть очень четкие правила, механизмы. Ликбез о формировании городского бюджета для местных депутатов проводит замеситель министра экономики области. Именно Андрей Кирюков последние годы верстал бюджет Екатеринбурга. Чтобы потом не было вопросов, экс-вице-мэр подробно объясняет, как составляется финансовый документ, а главное, по каким правилам. Ведь они ежегодно меняются. Среди нынешних нововведений регион оставил городу часть налогов. С 1 января 2019 года устанавливается дополнительный вид поступлений акцизов, а именно акцизы на пиво, в размере 50% налоговых доходов областного бюджета от данного вида акцизов, поступающих по территории соответствующего городского округа. А также увеличивается единый норматив отчислений в бюджеты городских округов Свердловской области налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 15% до 30%. В переводе на деньги это 3 миллиарда. Итого доходы Екатеринбурга в новом году составят 41 миллиард рублей. На дополнительные средства у депутатов уже есть планы. Я считаю, что прежде всего для меня понятно, что действительно на строительство школы. Ну и хотелось бы заложить в лучшем случае на строительство метро. Минздрав обратился тоже с обращением, что увеличить финансирование на приобретение вакцин, прививок для детей. Однако и этих денег городу на развитие не хватает. Областной и федеральный бюджеты забирают себе львиную долю средств, собранных на территории Екатеринбурга. Депутаты просят научить их, как изменить ситуацию. Будете себя хорошо вести, я вам что-нибудь подброшу. Это уровни федерального и областного бюджета. А будете себя плохо вести, я вам ничего не дам. Понимаете? А я все-таки предлагаю вам подумать и нас научить, куда нужно обратиться, чтобы все-таки достаточная часть налогов оставалась в самом городе Екатеринбурга. Замминистр соглашается. Договоренности временные и в любой момент могут быть отменены. Единственный выход – добиваться изменения бюджетного кодекса страны. Тогда город не будет зависеть от доброй воли субъекта. Если федерация примет решение о повышении, соответственно, доходной части муниципалитетов, это будет в законе, который все будут исполнять. Все остальное – это краткосрочные договоренности между двумя субъектами. Достигнута сегодня договоренность, заключено перемирие. Сегодня как бы идет процесс слияния. Он подтвержден доходными источниками. Если завтра что-то произойдет, это все временные соглашения. Но это процесс долгий, может занять не один год, отмечает областной чиновник. Однако депутатов это не испугало. Они договорились создать рабочую группу для выстраивания работы с коллегами из федерального собрания. Анжела Брик, Олег Кузнецов, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.